Новости из Белого дома. У них проект оборонного бюджета в 2024 году колоссально, по-моему, как они говорят, рекорды с временем Второй мировой войны, 886 миллиардов. Это сумасшедшая цифра просто, и остается только гадать, какую помощь мы получим в будущем году. Но сколько мы ждем и сколько мы уже получили из того, что нам обещано? Все, что нам обещают, нам дают. То есть мы уже больше сотни миллиардов получили, и я думаю, не одну сотню еще получим на полную модернизацию армии. Нас уже взяли в НАТО, военные это прекрасно понимают, чувствуют и благодарны. Наша армия – это уже часть армии НАТО, потому россияне сильно хотели воевать с НАТО, вот они с ней и воюют. Все политические, дипломатические и договорные отношения – это уже на потом останется. А мы сейчас структурное подразделение. И, естественно, мы получаем военную поддержку как структурное подразделение НАТО. Планирование происходит уже в Пентагоне, планирование происходит поставок в штаб-квартире НАТО в Европе. То есть здесь у нас как раз в этом смысле проблем нет. Есть определенные механизмы, которые пока еще дипломатические, политические, дипломатические, пока еще не позволяющие нам получать полный спектр вооружений НАТОвских. Но мы их уже за год большинство обошли, сломали этих проблем. Остались еще две – дальние ракеты, паритетное оружие типа «Тамагавков» и авиация. И, в принципе, после уже решения и этих проблем под дальним ракетами по авиации, можно говорить о полной структурной вхождении в НАТОвские структуры. Роман, вот о дальних ракетах много же говорят, все это время, пока идет война. Что, с вашей точки зрения, может быть триггером для все-таки принятия этого решения? Наличие наших средств поражения. То есть нам надо свои ракеты начать ими работать. Вот, допустим, те же «Громы», те же «Нептуны» дальностью 300 километров. Надо отработать Крымский мост, надо отработать нашими средствами поражения, допустим, те же военные объекты на глубину поражения этих ракет в России. То есть доставать до аэродромов российских, до мест хранения вооружений, до складов, до воинских частей на территории России. И после этого, когда уже все к этому привыкнут, то есть нам надо просто начать своими средствами работать. После того, как все привыкнут к тому, что мы и так работаем, там уже все равно, какими средствами будем работать, я думаю, нам передадут то, что нам не хватает. Потому вот это самый оптимальный вариант. Кстати, по этому варианту наше военно-политическое руководство и пошло. Мы в последнее время видим большое количество беспилотников, которые работают на определенную глубину. Сейчас мы видим работу нашей Альхи, Альхаэм, на дальности 120 километров. И Мариуполь зацепляем, Сартану, Мангуш, то есть достаем уже глубоко. Потому вот именно вот это движение, после того, как привыкнут уже наши партнеры к тому, что мы и так работаем, и к реакции, а после этого примут решение на передачу уже своих дальних вооружений, ракет. А также само после захода сейчас самолетов, которые к нам будут передаваться словаками и поляками, с модернизированными системами наведения и целеуказания, которые уже будут на этих самолетах, нам передадут с этими самолетами вооружение. А раз передадут вооружение, это ракеты, натовский основной спектр ракет, то после этого уже есть смысл передавать и сами самолеты, для того, чтобы уже поддерживать постоянное использование этих ракет. Потому что это с мелкими шагами. Я думаю, до конца весны этот вопрос будет решен. То есть вот следующие два месяца, за эти два месяца мы отработаем и примут решение наши партнеры передавать весь спектр вооружений. Может ли вступить в игру с вашей точки зрения Пкин? Потому что это очень много обсуждают, что они все же могут начать помогать России. Другие говорят, нет, им нет никакого смысла помогать России, потому что это будут немедленные санкции со стороны Соединенных Штатов. Как вы считаете, решится ли Си на такие вещи? Это как раз постановка вопроса, который бы очень хотел Си слышать ото всех. Почему? Потому что Китай уже давно в игре, он ее и начал. Он начал эту войну, не Путин ее начал, ее начал Китай вместе с Путином. И Лукашенко, войну против Украины, но, естественно, прицел на Запад, прицел на западную цивилизацию. Си в войне с самого начала. Си помогает, Пекин помогает россиянам уже целый год. Разными путями, прямыми поставками амуниции, через своих сателлитов, через Северную Корею идут минометы, идут определенные средства поражения, в основном боеприпасы. Через Иран идут те же шахеды. Шахед наполовину это китайское производство, внутри плат это все китайские. У иранцев нет элементной базы. Элементная база вся китайская. Прекрасно это без разрешения Китая. Иран бы никогда в жизни не передал бы шахеды. Почему они боятся передавать, допустим, те же Зальфагары и Фатехи 110, ракеты баллистические? Потому что она вся внутри китайская. То есть там может быть только железо и то не все. Иранская сборка иранская. А это китайские ракеты. Эти китайские ракеты, кстати, Си-200, Си-300 в полонезах белорусских. Полонез белорусский, РСЗО белорусская. А ракеты там китайские внутри. Потому китайцы уже очень давно участвуют, вернее, с самого начала участвуют в этой войне. Отношения к китайской российской армии уже давние, лет 15-20. Очень плотные. Потому что сейчас у Си большая проблема, как ему выйти из этой войны. Он прекрасно понимает, что в ближайшее время, если он этого не сделает, то после разгрома Российской Федерации, после того, как Путина начнут судить, и всю эту клику вылезет то, что Китай был участником всей этой войны. И все те репарации, которые будут ложиться на Россию, Беларусь, Северную Корею, Иран, еще лягут и на Китай. А для китайцев это смерти подобно. Они под этими репарациями, под этими санкциями, они не выживут. Полтора миллиарда человек кузнечиков жрать будут, если их отсекут от всех рынков. Поэтому у Си сейчас так вот хитро сделанные китайцы, они вот такую волну запустили сейчас, что они готовы помочь России, если мы сейчас не сдадимся и не перестанем планировать наступательные действия. Но это как раз такой обратная информационная волна. То есть для того, чтобы не выйти из этой войны. То есть ему надо выйти, выскочить из этой лодки, чтобы на него не брызнуло. Но это не удастся, все прекрасно знают, что он там, он там по самые уши. Торчат китайские уши за широкой спиной короткого Путина. Потому здесь ничего им уже не получится. Ну а дальше он начнет двигаться, начнет двигаться, проталкивает вот именно этот нарратив, эту тему, что вот они хотят вступить, они хотят вступить, а потом они не вступят. Ну вроде как их тут и не было. То есть вот такой механизм выхода из, для себя выхода из этой войны. Ничего они поставлять уже не будут широкомасштабно или увеличивать как. Наоборот, сейчас будут сворачивать эти программы, для того, чтобы их не зацепили. После того, как Российская Федерация разрушится, российская армия будет разгромлена.